Ильхам Алиев Ильхам Алиев всегда напрямую общается с простыми жителями. На прошлой неделе президент отправился в пострадавшие от сильного землетрясения районы, лично контролировал работу спасателей, заходил в разрушенные дома, поддерживал жильцов, немедленно давал распоряжения о восстановлении или о строительстве нового жилья. Ран, Ильхам Алиев и первая ледь Мехребан Алиева встретились с семьями шехидов, родственниками погибших во время Карабахского конфликта. В Азербайджане шехидами называют граждан погибших, защищая свою веру, родину, честь и семью. После переизбрания Алиев первым же указом расширил список людей, которым будет выплачена единовременная компенсация в размере 11 тысяч монатов. Это более 400 тысяч рублей. А 1 февраля, в Национальный день молодежи, Алиев общался с будущим Азербайджаном. На встрече Ильхам Алиев рассказал о своей молодости, годах, когда он жил в Москве, учился в МГИМО и непростом периоде в своей жизни, о преследованиях своего отца, вынужденном уходе с преподавательской деятельности в институте и последующем отъезде из Москвы, преодолении всех препятствий и новом этапе жизни. Почему Ильхам Алиев тянется к простым людям? На этот вопрос ответ дала первая леди, Михаил Баналиева. Искренняя любовь людей – самый лучший источник силы для нашего президента. Спасибо всем белоганцам за радужный прием, оказанный президенту. График Алиева в поездке был настолько плотным, что, казалось, не хватит светового дня, чтобы все успеть. Вот президент открывает новую дорогу, которая свяжет 7 населенных пунктов. 26 тысяч человек теперь будут ездить по современной и, что главное, безопасной трассе. А вот президент открывает реконструированную электроподстанцию. Она будет давать больше энергии и обеспечит растущий спрос аграриев и промышленников. Страна должна помнить свою историю. Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Белоганского историко-краеведческого музея. Некоторые экспонаты относятся к бронзовому и железному векам. Теперь они получат новую жизнь в новом современном здании. И Оспорт-Темир Ильхам Алиев открыл спортивный олимпийский комплекс. Это 45-й по счету олимпийский спортивный комплекс, построенный в Азербайджане. Создание данного центра – это проявление нашей спортивной политики. Оно показывает, что Азербайджан действительно является спортивным государством. Мы стараемся, чтобы во всех регионах, в каждом районе были построены современные спортивные комплексы. Чтобы молодежь, дети и подростки занимались спортом. Ну и по традиции Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику своего отца – общенационального лидера Гейдара Алиева. Ведь фундамент сегодняшнего Азербайджана был заложен несколько десятилетий назад. Как и фундамент российско-азербайджанских отношений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова